Второй планшет, который мы нашли на этом стенде, называется W700. Он побольше, здесь диагональ 11,6 дюйма. И работает он на более продвинутом железе. Это процессоры Ivy Bridge Core i. Какие не сказано, может быть даже и i7, почему нет. Он так нехило греется. Вот задняя панель металлическая, алюминиевая. Уже нагрелась. Здесь есть такие решетки для отвода тепла. Тепло реально фигачит просто довольно сильно. То есть по всему видно, что это такая мощная конфигурация. Чуть-чуть менее может быть портативная, чем предыдущая. Тем не менее, все это работает тоже на восьмой винде. Работает чуть даже лучше, чем предыдущий сэмпл. Никуда не вываливаются менюшки. Все прекрасно слайдится. Разрешение у него, кстати, Full HD. Что при такой небольшой диагонали довольно-таки неплохо. Зерна я не вижу на видео, точно заметно не будет. Что у нас с портами? Thunderbolt, HDMI, USB 3.0, гнездо для зарядки аккумулятора, ползунок блокировки экрана. Про охлаждение я уже сказал. Здесь можно вставить наушники, переключить громкость и уйти в режим ожидания, либо вообще выключить устройство. Снизу вот такие вот динамики, прикрытые красной сеточкой с перфорацией. Док-станции у него в классическом понимании нет. Нет специального какого-то порта. Но есть вот такая вот вещь, в которую планшет не просто вставляется, а вдвигается вот так. И потом его можно брать и с помощью вот такой вот подставки всячески устанавливать на стол. Вот так. Можно поставить так. Если удобно не читать, не смотреть фильмы, а смотреть, не знаю, просто взаимодействовать с ним, не знаю, играть в какие-то игры, может быть, то наиболее удобный способ положить его вот так вот, почти горизонтально. Есть еще другой вариант. Сейчас попробую. Нас ему не обучили, но на презентации было заметно, как это делается. Его можно поставить не только горизонтально, но еще и вот так вот вертикально. Все гениальное просто. Просто вот такая вот пластиковая штуковина, которую без всяких проблем можно вытащить, поставить на стол, не знаю, к ней книжку обычную прислонить вместо вот этого устройства. Вот такая вот штука. Помимо основного USB 3.0, здесь есть еще 3 USB 3.0 в док-станции. Помечено синим, все правильно. Вот здесь есть гнездо, вырез в док-станции для того, чтобы можно было снимать фотки. Камера 5-мегапиксельная, и есть еще фронтальная камера на 1 мегапиксель. В общем, все очень и очень недурно. Я бы сказал, просто классно. Когда ребята выпустят все это в серию, я надеюсь, они не выставят слишком высокую цену, потому что, в общем, не хотелось бы, чтобы продукт просто пропал из-за того, что на него не было бы спроса. Реально клевая вещь. Мне нравится. Продолжение следует...